То есть вот, ну вот у нас отметка 0, вот, и еще 15 сантиметров, и 15 сантиметров будет еще здесь выше. Представитель застройщика показывает епископу Новороссийскому Геленджикскому феагносту устройство алтарной части храма. Для компании это будет уже 38-е подобное сооружение. Сувенирный макет церкви, которая находится в Москве на Шабловке, принесли скорее для наглядности. Храм на территории спортивно-оздоровительного центра Валийград будет во многом на него похож, но только технически. Каждый храм – дом Бога, и каждый храм вписывается в местность. Это море, это большая территория, это воздух, это культура историческая Кубани. Это парк, который будет вокруг храма разбит для людей. Здесь будут и отдыхать не только спортсмены, но и все прихожане. Новая церковь будет носить имя святителя Николая Чудотворца. Она сможет единовременно принимать до 60 прихожан. Благословенно и знаменно будет место сие, в дом молитвенный, в честь и славу Бога, в Троице, здесь славы Мого Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спортивный комплекс «Валийград» появился в 2007 году. Сегодня здесь проходит финал чемпионата страны среди детских команд, а также тренируется национальная сборная. На торжественном чине освящения присутствуют руководители Российской волейбольной федерации. Они считают, что храм поможет православным верующим спортсменам лучше концентрироваться во время тренировок. Любой спортсмен испытывает определенные стрессы и всегда надо обладать верой в высокое, в вечное. Поэтому я думаю, что это будет все-таки помогать нашим спортсменам достигать результата. Это уникальное событие. У нас нет при их спортивных организациях, учреждениях, нет храмов. А это единственный первый случай, который, надеюсь, положит основание и в других местах, где будут строиться храмы православные. Потому что уповать нужно не только на свои мышцы, на свою технику, правда ведь, и не только ее развивать, но самое главное, чтобы сила духа была. Сила духа куется в храме Божьем. Строители говорят, что первых прихожан новая церковь примет весной следующего года на Пасху.